Доброе утро, дорогие друзья! Сливочное масло, сгущенного молока и какао. Для того, чтобы приготовить этот замечательный десерт, я возьму блендер, отправлю туда небольшое количество печенья, разломаю. Вы можете взять любое печенье, песочное. Можете взять то, которое валялось у вас очень долго, и дать ему новую жизнь, которое уже никто из ваших домашних не хотел просто так есть. Ну, я сегодня приготовлю небольшую порцию, поэтому можете смело умножать в несколько раз. Все ингредиенты. Печенье я поломала. Теперь я добавляю сливочное масло. Ну вот граммов, наверное, 50, не больше. Добавляю сгущенное молоко. Помогу ложечкой. Тоже небольшое количество, грамм 50. Хотя, в принципе, вы можете здесь уже регулировать по собственному вкусу. Я возьму какао-порошок. Это обычный какао-порошок, не сладкий. Можно отправить вместо какао натертый горький шоколад. И продолжать готовить точно так же, как и я. Сейчас я закрою блендер, попробую это все измельчить. Желательно измельчить, насколько получится мелко, в однородную массу. Должна получиться такая тугая, клейкая, вкусная, сладкая масса, шоколадная. Так, ну что, примерно вот такая масса должна получиться у вас, дорогие друзья. Вот такая вот липкая, клейкая. Если будут попадаться небольшие кусочки печенья, совершенно не страшно. В готовом десерте они будут попадаться и хрустеть. И думаю, что это будет тоже очень вкусно. Вообще, это такая версия пирожного картошки. Многие любят этот классический десерт. Я возьму тарелочку, присыплю какао. Именно в этом порошке я буду обмакивать, обваливать наши вкусные пирожные. Вообще, пирожное картошка можно готовить вот в виде таких шариков. Можно готовить продолговатые, привычные нам с детства такие десерты небольшого размера. Можно приготовить даже один большой. Желательно, конечно, после того, как мы приготовили пирожные, отправить их в холодильник. Для того, чтобы они охладились, стали более такие упругие, тверденькие. И, естественно, холодные десерты приятнее употреблять в летнее время. Вот так поступаем со всеми шариками, которые получаются. Обмакивать можно не только в какао. Можно растолочь в печенье и в крошки печенья точно так же обваливать получившиеся маленькие десертики. Не возбраняется добавить орехи. Можно добавить колотый миндаль. Можно добавить грецкий орех. Можно даже вместо какао, вот сейчас я обваливаю в какао, можно использовать миндальную стружку. Или кокосовую, например. Тоже было бы неплохо. Все шарики готовы. Вот последний штрих остался. Я решила украсть немножко кокосовой стружкой. Вы можете присыпать точно так же кокосовой стружкой или можно просто присыпать сахаром. Можно присыпать коричневым сахаром. Кстати, коричневый сахар очень здорово сочетается с какао, с шоколадом. Вообще с любыми шоколадными десертами. Поэтому, если у вас есть, то я рекомендовала бы посыпать именно им. Вот в таком виде отправляем десерт в холодильник на несколько минут, для того, чтобы он охладился. Можно отправить даже в морозилку, для того, чтобы сократить время нахождения его вне стола. Чтобы быстрее насладиться вкусом этого замечательного десерта. Ну и можно подавать к столу буквально через несколько минут, после того, как он охладится. Ну что, дорогие друзья, обязательно попробуйте приготовить замечательный летний вариант десерта, который не требует термической обработки. Желаю вам приятного аппетита и хорошего, удачного рабочего дня. Редактор субтитров А.Семкин